Приветствую дорогие друзья! Как вы помните, энное количество недель назад я записал видео, где ставил под сомнение, что в игре World of Warships, да и вообще в принципе играх от компании Wargaming, существует так называемая система угнетения игроков и приводил свои аргументы. В ответ, естественно, я попросил привести ваши, если вы со мной не согласны. Отклик у видео получился просто бешеный. Огромное количество комментариев, я просто закопался их разгребать. К счастью, нашелся один замечательный ответственный человек, который этим занялся вместе со мной. И даже более того, он принадлежит не к моему лагерю противников системы угнетения, а как раз к тем, кто считает, будто она существует. И свое мнение, он скомпилировав ваши все ответы и ваши вопросы, он составил достаточно объемистый документ. Я сразу говорю, что, надеюсь, меня в кровавых подвалах Wargaming после этого видео не закроют, потому что мое мнение, как редакции, не совпадает с мнением, тем, которое я сейчас вам зачитаю. Он составил прям шикарный документ, сохраню пока его никнейм в тайне. Если, дружище, ты попросишь, я обязательно тебя укажу как автора этого документа, но пока ты у нас останешься инкогнито. Ну что, итак, погнали. Значит, перед нами у вас на экране патент Кислова, потому что на него будут ссылаться в данном видео, и я буду к этому тексту, который буду зачитывать небольшие, иногда оставлять свои комментарии. Для того, чтобы разобраться, что такое режим угнетения, существует ли он в природе и откуда он взялся, необходимо понять механику самой игры. Сразу хочу предупредить, что все цифры взяты условно для объяснения процесса. Все совпадения с реальными персонажами случайны. Кто знает старый форум, тот поймет, что даже отклонение в 0.5 является поводом для бана за распространение заведомо ложной информации. Вот тут, ребятки, вставлю свою ремарочку. Вот здесь еще раз прошу разработчиков отнестись адекватно к данному тексту, который я зачитаю. И поэтому я имя автора не озвучил. Возможно, вам что-то не понравится. Возможно, вы выйдете со мной на диалог. Я к нему готов. Готов пригласить на стрим, пообщаться и в любом случае прийти к какой-то истине. Так вот, я продолжаю. Режим угнетения в играх Wargaming существует. Кто не верит, дочитайте данную статью до конца. Меня веселят доводы противников. Режима угнетения нет. Почему? Потому что его просто нет. И зачем он нужен разработчикам? Ну, я приводил на самом деле аргументы, не один. И вот как раз автор заметил, что один из них был. Вот зачем? Вот к чему он разработчик? Зачем ему угнетать игроков? Давайте попробуем разобраться. Это механика игры, на которой строится весь процесс. Плюс разработчики его приспособили для монетизации. Я думаю, здесь не останется наивных людей, которые верят в альтруизм компании WG. Ну, тут опять мой комментарий. Мы всегда говорим о том, что Wargaming, это коммерческая компания. Она в первую очередь зарабатывает деньги. Тут я согласен. Начнем с определений. За основу взят толковый словарь Ожегова. Что такое режим? Режим это распорядок дел или действий. Что такое угнетать? Угнетать это значит подавлять, заглушать. Вариант для особо суровых жестоко притеснять, эксплуатировать, не давать свободно жить. То есть режим угнетения вместе, это распорядок действий с целью подавления. Что же подавляют разработчики? Зачем они подавляют? Обратимся к пресловутому патенту Кислого. Кто не знает, Виктор Кислый это основатель компании WG. Вы можете прочесть полностью самостоятельно по ссылке. Тут у меня ссылочка приведена. Я могу оставить ее под видео. Ну так, он у вас находится на экране. Ну так, чисто для фона. Ссылку я дам обязательно. Это уже моя ремарка. Патент на английском языке. Онлайн переводчик вам в помощь. Для упертых, замечу, в патенте нету описания режима угнетения. В логах. В нем описан принцип построения игрового процесса. Чтобы сгладить разницу между опытным игроком и менее опытным, для каждого игрока подбирается бой определенной сложности. Например, если вы победили в 2-3 боях, то вас кинет на дно списка. Причем неминуемо, премиумная техника, простите, имеет льготные условия. В патенте даже приведена таблица с вариантами подбора техники по уровням. Все игроки в WG легко узнают 10 уровень. Почему длительное время не было прем кораблей 10 уровня? Все просто. Их сложно было балансировать по льготным условиям. Но данная проблема решилась самостоятельно. Ну давайте разбираться. Ради чего играют все игроки? Друзья, естественно, ради победы твой скилл отражается в виде процента побед. Ну, предположим, да, друзья, есть такое понятие. Кто-то считает средний урон, кто-то считает процент попаданий, кто-то считает процент побед. Но вот как раз нас автор отталкивается в процент побед. Так как WG это коммерческий продукт, то необходимо поощрять донат. То есть льготные условия для премиальной техники в патенте. Как это реализуется в игре? Принимаем за основу процент побед 50 для среднего игрока. Следовательно, слабый игрок будет, например, от 41 до 50, сильный от 50 до 59. Супер папки там выше. Если вы донатите мало, то вам накинет 3%. Средний донат 6%. Отличный донат 9%. Ну, вот тут у нас, к сожалению, у автора не указаны хотя бы порядки, вот как количество донатов. Что такое слабый донат? Это 100 рублей в неделю. Что такое средний донат? 500 рублей в неделю. Что такое отличный донат? Это полторы тысячи. Вот из-за этого из текста непонятно. Продолжаем. В подтверждение данной теории есть примечание на сайте ProShips. Всем нам известным. Просто задонать. В скобках. Я давно не заходил на данный сайт. Примечание убрали. Ну, вообще, автор сайта Саша Зло, когда он еще не работал в Wargaming, он этот лозунг придумал не сам. Он взял его от танковых комьюнити-менеджеров. Там было такое. Просто задонать. Не знаю, применяют ли они сейчас подобные выражения или нет. Но, тем не менее, вот как говорит автор, я не проверял, с ProShips данный лозунг убран. Просто так. Александр Зло попал на работу в компанию Элеста. Теперь он разработчик игры World Warships. За красивые глаза. Ну, тут тоже спорный вопрос. Саша давно мечтал работать. Там Саша был авторитетным блогером. Саша был готов к переезду. Его пригласили. Но причины. Он переехал с семьей из Казани, по-моему, в Санкт-Петербург. Но, опять же, причины мне неизвестны. Это, опять, мое такое пояснение. Далее дело техники. Ваш процент побед устанавливается за первое 100 боев. Если вы пришли поиграть в корабли, танчики, самолётики под пенное, то у вас будет соответствующий процент побед. Если вы серьёзно относитесь к игре, то ваш процент побед будет выше среднего. А если вы донатите, то вам будет предложен кредит от разработчиков. После 100 боёв ваш процент побед фиксируется и дальше корректируется только за счёт доната. В подтверждение этой теории постоянный процент побед с ростом количества боёв. Не совсем это понял. Ну ладно. То есть, ваш скилл, скилл по-английски это навык и умение что-то делать, не зависит от количества времени, проведённого в игре. Вы не развиваетесь. По мнению разработчиков, игрок не может приобретать мастерство. Это сделано для реализации идеи патента. Ну, тут другие, опять же, данные взяты чисто эмпирически. Вы сами этот патент почитайте на досуге, действительно ли там такое есть или нет. Но я продолжаю, опять же, что редакция не несёт ответственности за содержание данного материала. Когда ваш процент побед зафиксирован, программа присваивает вам рейтинг, например, 50. При победе плюс 1, при поражении минус 1. На базе данного алгоритма подбираются следующие команды. Вас кинет кораблям плюс 1 уровень, при повторной победе плюс 2. Но как же быть с кораблями 9 и 10 уровней? А если премиумный корабль 10 уровня? Данный вопрос решили за счёт процента побед игроков. Кроме уровня кораблей, команды подбираются по скиллу. Поэтому и премиумные десятки появились тогда, когда в игре стало много игроков с процентов побед меньше 50. Как результат, независимо от серии побед и поражений, ваш процент побед будет оставаться неизменным, с небольшим отклонением, ну, плюс-минус 1-2%. Не знаю, ничего здесь не могу сказать. Продолжаем. Фактически, это и есть процент подавления скилла опытных игроков. Если вы обратите внимание, то о режиме угнетения говорят игроки с высоким скиллом. Почему? Потому что их навык хорошей игры напрямую зависит от внимательности и наблюдательности. Ну, мысль такая, довольно-таки интересная, но, честно, я слышал об этом режиме угнетения от самых разных игроков, у которых 60 с плюсом процент побед, и у которых 40 с копейками процент побед. Так что здесь вопрос довольно-таки спорный. Единственное, что соглашусь с тем, что больше, как бы, опытные игроки надеются на свои навыки, чем на какие-то случайные или рандомные события, происходящие в игре. Это, опять же, моя ремарочка. Идём дальше. Шаблон легко ломается скилловыми отрядами в часы низкого онлайня, например, когда у балансировщика мало вариантов подбора команд. Я хорошо помню посты на старом форуме от подобных нагибаторов. Сколько вы продержитесь играть в такое время? Всё равно балансировщик вас вернёт на землю. Подтвержу. Помню, были ребята, которые ставили такие интересные эксперименты на момент выхода игры в открытый тест, на момент её релиза, когда подбиралось строго определённое время, строго определённые скиллованные команды с набором определённых кораблей. Там даже парням удавалось сто процентов держать процент выигрышных боёв. Но тут, опять же, как на работу в игру приходилось ходить. Тут с автором я согласен, как долго вы в этом деле выдержите. Мне ещё могут поставить в упрёк, пишет автор, что при описании режима угнетения не говорят о составах команд, а чаще употребляют пожары, непробития, цитадели от раков и тому подобные моменты. Давайте разберём и эту механику игры. Отметим первый момент, что вы видите в игре эта красивая картинка, которая отвлекает вас от реально происходящего. Все попадали в ситуацию, когда отвернул от залпа, все снаряды противника легли в стороне от крейсера, и только один снарядик откололся от группы и влетел в корму с цитаделью. Да, у меня на сцене такое бывало. И по мне так прилетало, и по противникам. Это чистая правда. Разработчики танков подтвердили. Ну вот пруфа не вижу. А блогеры наглядно доказали, что залп не просчитывается на сервере в момент выстрела. Несколько вариантов результатов залпа уже рассчитывается на бой для корабля, и программа рандомно выбирает вариант. А картинка только отражает его визуально для игрока. Выражаясь по-русски, если вы должны поймать цитадель в бою, вы ее получите. Как не вертитесь. Сейчас меня засмеют все хейтеры, дескать, сказочник. Ну что, детки, послушайте сказку на ночь от взрослого человека. Как говорится, сказка ложда в ней намек. Добрым молодцам урок. Это, ребята, действительно пишет не какой-то школьник. Это пишет, ну, правда, взрослый совершенно разумный, адекватный человек, которого я знаю давно, и общаюсь. Это я целиком полностью подтверждаю. Ну, здесь, скорее всего, он упоминает вот эти вот расчеты разных залпов, это система прогнозирования, потому что один игрок с одним пингом сидит в Австралии, другой сидит в Москве, третий в Санкт-Петербурге, четвертый в Хабаровске. Их как-то всех нужно собирать в кучу. Вот тут в этот момент такой тонкий. Надо разработчиков будет поуточнять. Продолжаю. Вспомним опять патент Кислого. В нем говорится, что сервер хранит данные не только о проценте побед каждого игрока, но и данные по отдельной технике. Каждый может зайти в клиент и посмотреть свой профиль. Плюс ряд сайтов, где есть статистические данные по игрокам и по кораблям. Ну, передает привет Саша Зло с его сайтом ProShips. А теперь давайте поговорим о боевых параметрах в игре. Открываем профиль и смотрим. Помню, разработчики рисовали схемы и объясняли, что в игре существует разброс снаряда в виде эллипса, что каждый снаряд может лететь в любую точку этого эллипса и тому подобное... Кавычки стоят. Ерунда. Почему это ерунда? Эллипс и полет снаряда это красивая картинка для отвлечения. И сервер давно просчитал, куда лягут снаряды. Вы можете посмотреть это в своем профиле в первой колонке. Точность главного калибра. Есть ли у вас точность 100%? Нет. Для каждого корабля данный процент рассчитан на сервере. Но в среднем у людей, мне кажется, где-то 27 до 35-40 вот так вот процентов. Но это я не готов. Я по себе только могу судить. Продолжаю. Почему именно данный параметр? Вспомните, как точность растет с уровнем кораблей. А вот здесь не совсем есть корабли высокоуровневые, которые более косые, чем корабли низких уровней. Тут... Ну ладно, читаем дальше. Почему? А, чем выше уровень, тем больше точность. Вот вам режим угнетения по точности попадания. Плюс сюда относим камуфляжи на корабли. Плюс 4% рассеивания снарядов. Модернизация. В третьем слоте. Рассеивание снарядов. Минус 7%. И навык командира 4 уровня. Неравный бой. Максимальное рассеивание снарядов. Минус 10%. Следовательно, сервер хранит точность ГК для каждого корабля, каждого игрока. Как это работает? Есть условный базовый параметр, например, 50%. Также на сервере установлены рамки, допустимо, плюс-минус 10% для того, чтобы у сервера было больше вариантов расчетов результатов залпа. Далее игрок его меняет индивидуальными настройками корабля и капитана. Сервер фиксирует параметр. Выходим в бой. Сервер нам выдает попадание, цитадели, тащим бой. Победа. Ну, не всегда победа, но зачастую даже в сливном бою, это уж как бы еще моя ремарка, по врагу бывает вытаскиваешь большие уроны, а вот он, увы, и нет. Не победа. Нас бросает следующий бой. На дно списка или в команду к ракам. Сервер должен выровнять нашу точность и тут начинаются непробития, разлеты и тому подобное. По результатам двух боев, ваша средняя точность ГК будет равна базовому параметру, закрепленному на сервере. Данные условия соблюдаются для нескольких параметров, которые игрок может настраивать. Посмотрите внимательно на свой профиль. Настройки корабля и командира. Пожар, затопление, урон, ПВО, ПМК. Но эти параметры редко обращают внимание, так как за них отвечают боты, они не зависят от скилла игрока. Ну, хотя ПВО и ПМК как-то вовремя и включил. Все-таки скилл тут надо кое-какой использовать, опять же я говорил. Продолжаю дальше. Для еще одного примера приведу пожара. Почему на корабле не может быть больше четырех пожаров? Как реализован перк командира, мастер противопожарной подготовки, минус один очаг возгорания в центре корабля? Да все очень просто. Допустим, корабль имеет вероятность подгорания, как и стул у его командира, 100%. Каждый пожар снимает этот процент на 25%. Четыре пожара, ноль возгорания. Ноль процент возгорания. Перк капитана дает минус 10 к возгоранию, следовательно корабль имеет шанс на пожар 90%. Три пожара, минус 75%, остается 15. Четвертый пожар невозможен. Если есть процент поджога для фугасных снарядов, то должен быть и процент возгораний для корабля. Из чего можно заключить, что существует параметр, по которому установлено среднее количество пожаров для каждого корабля, и оно поддерживается сервером. В подтверждении данного факта можно привести патент кислого рисунок 5Б. Друзья, это вы сами по ссылке посмотрите. Я эту ссылочку закреплю с этим патентом в первом комментарии под этим видео. Там схематично показано, что у каждого вида техники сервер учитывает несколько параметров. Как раз, по-моему, фигура 5Б у меня на экране и находится сейчас. Что же у нас получается в итоге? После серии побед, когда команда тащит, противники горят, что не залп, то цитадель, сервер нам говорит «Хорош, пора и честь знать». И начинает переводить наши параметры к средним показателям. В команде раки, снаряды не летят, противник с каждого залпа вешает пожары после ремки и тому подобное. Все это в совокупности с расстройством отбоя внимательный игрок замечает. И вот вам в чистом виде режим угнетения, когда сервер своими целенаправленными действиями подавляет скилл игрока. А шапочку из фольги приберегите на случай, это обращение уже автора, когда разработчики будут в очень раз вешать лапшу на уши о честности игры. Это относится к тем, кто донатит или собирается донатить в игре. Премиумная техника имеет улучшенные параметры, в отличие от прокачиваемой. Кстати, не всегда. Банальный нагиб за баблом, но сервер не даст вам перегибать. Мы премы не нерфим. Ну что ж, друзья, объемистый текст, большая проделана работа. Еще раз оставляю ремарку, что это не мое личное мнение. Мое личное мнение от этого отличается. Но раз я поднял в свое время эту тему, раз вы много мне написали, человек нашел возможность и время все это дело скомпилировать, написать свою статью, я ее публикую у себя на канале. Надеюсь, что ко мне, уважаемая Леста, никаких санкций не применит, а может быть даже что-то нам ответит. Потому что раз у людей возникает такой вопрос, замалчивать его в принципе нельзя. Нужно сказать либо да, либо нет. Я считаю, что нет такой системы. И то, что очень здорово и стройно описывает мой товарищ, мой подписчик, может быть интерпретировано и по-другому. А это я, друзья, оставляю вам в комментариях. Смотрите, пишите. И если вдруг меня тут за это дело забанят, то переходите на Рутуб. Я там каналчик подготовил, на всякий случай запасной. Всем, друзья, большое спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok